Что будет, если Кадырова не станет? Кстати, вот тоже частый вопрос. Я смотрю в чате. Многие пишут, о, что вы радуетесь, Кадыров, там, типа, при смерти, а если он умрет, что изменится? Ребят, ничего не изменится. Я русский, но рос в Чечне. Чеченцы показались мне очень дружелюбными и душевными людьми. Как они превратились в зверей? Пытки и так далее. В Москве беспределят. Сейчас такая ситуация, когда обстановка на войне в подвешенном состоянии, и контрнаступление то ли идет, то ли в замедленном движении. Как ты думаешь, как будут развиваться дальнейшие боевые действия? Я, к сожалению, не эксперт военный. Я не могу делать такие предсказания, да, ну, аналитические. Об этом лучше говорить, конечно, с военными экспертами. Хотя им тоже не приходится особо доверять. Ведь все то, что говорили нам эти военные эксперты, особо не сбывалось. Поэтому вряд ли я смогу тебе ответить на этот вопрос. Я могу лишь сказать точно, на основе уже того, что мы видели и в Чечне, и в Грузии, и в Сирии и так далее. Мы можем точно говорить о том, что Россия в состоянии играть долгую. Россия, однозначно, огромная страна, огромный людской ресурс, огромный потенциал финансовый. И возможности различных обходов, там, этих санкций, в общем, это все дает возможность России играть в долгую. То есть очень долго, без каких-то видимых, ощутимых результатов, положительных каких-то для них, я имею в виду, положительных эффектов, типа завоеваний, там, без какого-то серьезного изменения в линии фронта. Но вот в таком режиме, таком ползучем, с этими арт-дуэлями, они, конечно, могут играть в долгую. И поэтому здесь инициативу нужно брать, нужно будет брать в руки украинцам. А взять в руки инициативу украинцам, это будет обязательно иметь огромные потери, потому что наступающие всегда теряют больше, чем обороняющиеся. Поэтому, к сожалению, пока, я думаю, не приходится ждать каких-то серьезных изменений и рассчитывать на какую-то легкую победу. Я думаю, пока не приходится. Да, вот эта ситуация с Пригожиным, это был, конечно, очень такой серьезный такой момент. Такой, даже какой-то момент могло показаться, что вот сейчас будет изменение глобальное какое-то. Но, как вы видите, этого не произошло. А значит, мы идем дальше. Саламу алейкум. Ну все, как читаешь, что ждет РФ? Уехал оттуда без малого год, как выбросить из головы мысли о возвращении после смены власти или забыть и полноценно строить жизнь в ЕС. Береги себя, бро. Алейкум асалам. Так, что, как читаешь, что ждет РФ? Я не знаю. Я не могу отвечать на такие вопросы. Не знаю я, что их ждет. Уехал оттуда без малого год. Как выбросить из головы мысли о возвращении после смены власти? Я думаю, нужно выбросить это из головы. Вопросы возвращения. Когда я уезжал, я думал, что я сейчас вот выеду, ну, быстренько порешаю там какие-то вопросы, потому что на тот момент вообще казалось, что это полное какое-то бред, это недоразумение. Просто наехали на человека из-за бороды. Я был человек, не представляющий для них никакой угрозы абсолютно. Я понимал, что это совершенно такие надуманные вещи. Я думал, что, ну, сейчас там как-то я порешаю эти вопросы и вернусь обратно. То есть, даже год там вот таких мыслей в голове не был. Я думал, ну, там несколько месяцев. Я даже помню, вот переговоры, которые я вел, когда в Грузию только приехал там, допустим, искал квартиру, чтобы временно где-то пожить. То в разговоре всегда там звучали какие-то два месяца, три месяца, вот такие сроки. Вообще не шло никакой речи о каких-то годах. А по факту, видишь, сколько уже прошло. Восемь лет, как я уехал. И сейчас я уже понимаю. И не думаю даже о каких-то вопросах там, о возвращении. Потому что это надолго. Поэтому надо себя наоборот готовить на то, что это надолго. С самого начала ты себя должен морально подготовить к тому, что ты уехал надолго. Чтобы быстро эти вопросы не решаться. А дальше, если что-то решится быстро, то, хвала Аллаху, сможешь вернуться, если захочешь. Если не решится, то ты, в принципе, уже был к этому готов. Ты планы строил надолго. И у тебя врасплох там какие-то проблемы не застанут. В общем, готовься к долгой эмиграции. Я русский, но рос в Чечне. Чеченцы показались мне очень дружелюбными и душевными людьми. Как они превратились в зверей. Пытки и так далее. В Москве беспределят. Не знаю, каких-то там чеченцев-зверей встречал Стас Корстон. Мы, конечно, далеки от идеала. У нас есть свои проблемы. Кадырова и его свита. Это, безусловно, выходцы из нашего народа. Но это сейчас ваша проблема. Не меньше, чем наша. Так как, хоть они и этнические чеченцы, но они россияне. И это те люди, которых вы сами взрастили. Вы поощряли. Вы, я имею в виду, ваша власть. Я не говорю лично о каждом россияне. Но я имею в виду российская власть, которая взращивала эту же власть в Чечне. Ведь это Кадыров, Делимханов, Иудов и вот эти прочие чуваки. И вот эти полки. Второй полк имени, спецполк Кадырова. Собор, Терек и так далее. Вот эти все пыточные лагеря. Это ведь все представители российской власти. Они все являются сотрудниками МВД, Росгвардии и прочих российских силовых структур. И это ваша проблема. Это то, что вы взрастили своими руками. Причем, я так понимаю, Путин даже как-то гордится тем, что у него получилось. Из-за того, что основной вред от этих людей все-таки направлен в нашу сторону, в сторону чеченцев. Сегодня это устраивает Кремль. Но надо вам быть готовым к тому, что завтра это станет и вашей проблемой. Взроченной вашими же руками. Что будет, если Кадырова не станет? Кстати, вот тоже частый вопрос. Я смотрю в чате. Многие пишут, о, что вы радуетесь, Кадыров, там, типа, при смерти. А если он умрет, что изменится? Ребят, ничего не изменится. Ничего не изменится. В плане какого-то государственного вот этого устройства ничего не изменится. Но внутренняя грязня какая-то неизбежна. Какие-то перестановки внутри республики, они неизбежны. Что власть станет выглядеть по-другому, безусловно, это тоже неизбежно. Так как это реально, ну, это простые, логические такие процессы. Они везде происходят. Вот в Казахстане, например, когда мягкую такую рокировочку они делали. Нур-Султан с этим Такаевым. Никто не ожидал вообще каких-то изменений. Все должно было пройти гладко. Но что в итоге получилось, мы с вами видим. Поэтому здесь тоже не будет исключения. Глобально ничего не меняется. Одного наместника меняют на другого наместника. Но уже внутри этот новый наместник выстраивает уже свою иерархию. И каким бы он там не был сегодня преданным Кадырову, как только Кадырова не станет, вся эта преданность, она тоже поменяется. Он уже... Смотрите, все эти люди сегодня, которые под Кадыровым, они все преданы Кадырову. Так выстроена иерархия. Они все преданы одному, а Кадыров предан Путину. Вот так, да, у нас иерархия. А вот эти вот люди, преданные Кадырову, у них там между собой очень большие проблемы. Претензии друг к другу, обиды. Где-то даже есть огромная вражда. То есть там очень все шатко. Это все держится на вот этом одном человеке. И когда его не станет, то вот этот вот статус-кво, он тоже моментально перестает действовать. И там уже какие-то начинаются переделы. Хорошо это для нас или плохо? Ну, мы заранее не можем это, конечно же, предвидеть. Не знаю, как там все получится. Но я все-таки исхожу из того, что одним врагом Аллаха и врагом народа, если меньше, то это хорошо. Поэтому, если Кадырова не станет, грустить мы здесь точно не будем. Однозначно. Вообще день ухода Кадырова из жизни мы будем здесь праздновать. В этом нет сомнений. Соберемся с друзьями, близкими, сделаем шашлыки, будем угощать друг друга, поздравлять друг друга с этим. Это безусловно. Расскажи про посаженных киллеров Германии. Так, значит, по поводу киллеров Германии. Он, ему пока еще не вынесен приговор. Многие неправильно поняли, когда мой брат записал это короткое видео и сказал о том, что прокурор запросил 11 лет, это не значит, что его уже приговорили. Прокурор, то есть это было, это уже прение сторон, где прокурор, значит, выдвигает свою версию, объясняет и говорит, я прошу в результате, на основании всего перечисленного, всех тех преступлений, что он сделал, я прошу, значит, ему приговорить его к 11 годам решения свободы. Вот, после этого должны, должна выступить еще сторона защиты, потом, точнее, потерпевшая сторона потерпевшего, то есть моего брата, затем должна выступить еще сторона защиты, и после этого суд уже на основании всего того, что было, во-первых, в этом судебном заседании, во-вторых, на основании всех вот этих вот прений, того, что сказал прокурор, сторона ответчика и сторона защиты, он судья, точнее, судей, их там, по-моему, пять или трое судей, это коллегия такая, они должны вынести какой-то приговор. Они, ну, как правило, больше не бывает, чем прокурор запросил, но бывает меньше, очень часто суди дают меньше срок, чем прокурор запросил. Вот, поэтому они либо могут согласиться, сказать, окей, 11 лет, либо они могут скостить какое-то время, какой-то срок, сказать, там, 10 лет, 9 лет, вот, либо могут вообще оправдать, сказать, невиновен и освободить из зала судар. Так что, будем наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok